Сегодня мы коснемся одной сложной загадки. Что такое ДНК? В каждой клетке человека ее скручено по метру, а клеток в человеческом теле столько, что если развернуть всю ДНК своего тела в нить, то он протянется на 10 миллиардов километров. Дальше Плутона. ДНК существует только для одной цели – создавать новую ДНК. Ваша ДНК – это просто инструкция по сборке ВАЗ. Молекула ДНК состоит из двух нитей, соединяется перекладинами, образует на вид витую лестницу, известная как двойная спираль. ДНК делится на сегменты, называемые хромосомами, и на более короткие единицы, которые называются генами. Сумма всех генов – это геном. ДНК чрезвычайно стабильна. Она способна существовать десятки тысяч лет. Именно с ее помощью специалистам сегодня удается изучать антропологию очень далекого прошлого. ДНК передает данные с необычайной точностью. Она делает лишь одну ошибку на миллиард скопированных букв. Задумайтесь, насколько интересна мысль, что за несколько миллиардов лет с момента зарождения Земли ваша родословная линия ни разу не прерывалась. Именно благодаря этому появились вы. Для того, чтобы вы появились, каждому из ваших предков нужно было передать генетический код новому поколению. Парадокс генетики заключается в том, что все мы очень разные и вместе с этим почти генетически идентичны. 99,9 ДНК у всех людей общее, однако двух одинаковых людей не существует. Между моей и вашей ДНК примерно 3-4 миллиона отличий. На протяжении нескольких миллиардов лет эволюция подрисовывала и переделывала наши чертежи. И раз наши предки дожили до взрослого возраста и даже смогли передать генетическую информацию своим потомкам, значит это была череда триумфов. Так что мы все уже везунчики в этой эволюционной гонке. В нашей программе вы можете узнать много интересного. Как паук может плести паутину? Как пчелы находят свой путь домой? Как растения могут получать энергию солнца? Как бактерии могут вызывать болезни? И как люди могут использовать науку, чтобы улучшить жизнь? А знаете ли вы, что когда паук плетет паутину, его ноги работают сами по себе? Пауку даже не надо задумываться. Все потому, что этот процесс работает на уровне рефлексов. Как например, когда мы моргаем. Лапки паука имеют много чувствительных рецепторов, которые помогают им чувствовать пространство. Резцы бобров имеют оранжевый оттенок благодаря содержанию железа. Железо делает зубы бобров невероятно прочными, позволяя им легко перегрызать даже самые толстые стволы деревьев. У нас тоже есть железо в зубах, но его значительно меньше, чем у бобров. Наши зубы состоят в основном из эмали и совсем немного из железа. Поэтому у нас белые, а у бобров оранжевые. Интересно, но как железо может быть в зубах? Мы привыкли, что из железа делают гвозди, заборы, но не зубы. Как же это происходит? Давайте разберемся. Представим, что мир это огромный конструктор, а железо одно из его деталей. Вся таблица Менделеева это огромный набор деталей, которые можно собирать миллионами способов. Вот и получается, что одно и то же железо есть как в яблоке, так и в заборе. Просто комбинация деталей разная. В яблоках в железо уходит состав различных соединений, которые необходимы для жизни растения. В заборе железо является частью сплава, который делает металл прочным. Но нам железо помогает не только делать зубы прочнее, но и помогает дышать, а точнее переносить кислород по организму. Также оно важно для нашего иммунитета, для здоровья мозга, превращения пищи в энергию. Железо даже помогает нам расти выше и выше. Если в нас есть железо, что же еще и с таблицами Менделеева? В нашем теле очень много разных химических элементов. Даже радиоактивный уран. Представляете? Правда, его количество такое маленькое, что он никак не вреден для нас. Он попадает в организм с водой, пищей и воздухом. Китай – третий по крупности страна в мире, но при этом имеет только один часовой пояс. Это значит, что у всей огромной страны нет разницы во времени. При этом у одних утра начинается глубокой ночью, у других днем уже становится темно. Зато вся страна живет в едином ритме. Такое решение назначить всем одно время китайское правительство приняло 75 лет назад для развития экономики страны. Почему китайский язык считается сложным? Этот иероглиф означает «женщина». Две женщины под одной крышей – это уже война, а три женщины на просторе – базар. Это иероглиф «земля». Если добавить к нему слово «маленький», то будет «остров». Если еще маленький, то «пыль». То есть для каждого слова нужен отдельный знак. Очень удивительно, но у китайского языка есть 10 разных видов. Чтобы освоить начальный уровень, понадобится 200 часов, то есть 8 дней. Чтобы освоить средний уровень, понадобится до 1000 часов. В китайском алфавите 26 букв. Площадь государства составляет около 9,5 миллионов квадратных метров, а население составляет около 1 миллиарда людей. Китайский язык и вправду очень сложный и считается одним из самых сложных языков мира. Скаты не видят, что едят, потому что у них рот находится снизу, а глаза сверху. Но это не значит, что они не могут найти свою еду. Скаты отлично слышат и чувствуют запахи, поэтому они могут легко найти себе пищу. Почему голуби живут в городах? Почему мы не видим их, например, в лесу или на природе? Все дело в том, что город схож с их местом происхождения – приморскими скалами. Кстати, голубям сложно сидеть на ветках, эти пухляши падают оттуда. Зато с удовольствием сидят на крышах домов, каменных джунглей. Когда собаки стали домашними, у них появились новые мышцы, которые позволяют им поднимать брови. Такое изменение сделало лица собак похожими на человеческие. Ученые думают, что это произошло из-за того, что люди предпочитают дружелюбных и общительных собак. Какого размера были мамонты? Представляете себе их огромными? А если сравнить со слонами, то насколько мамонты крупнее? Знаете? Так вот, ни на сколько шерстистые мамонты были не больше африканских слонов. Вы удивлены? Мы тоже. Откуда происходят хвосты? У комет. Кометы напоминают лист с пушистыми хвостами. Но на самом деле это громадный масс льда, содержащий камни и пыль. При приближении к солнцу из-за тепла лед начинает таять, шипеть и сверкать. Так формируются яркие пышные хвосты у комет. Знаете ли вы, что карандаши имеют шестигранную форму не случайно? Первые карандаши были круглыми, вернее цилиндрическими. И постоянно скатывались со стола, падали и ломались. В итоге им сделали шестигранную форму. И оказалось, что такие карандаши еще и удобнее держать в руке. Жирафы, эти пятнистые великаны, единственные позвоночные, которые не умеют девать. Ученые считают, что это связано с их уникальной физиологией и образом жизни. Длинная шея жирафа требует особой системы кровообращения и дыхания, которое не располагает к деванию. Оказывается, растения не такие уж молчаливые, как нам кажется. Один из способов общения через грибной интернет. Представьте, что корни растения это как руки, которые держатся за подземную сеть, похожую на паутину. Эта сеть создается грибами и называется мицелия. Например, если один помидор подвергается нападению вредителей, он посылает по мицелию сигналы, как будто кричит «Осторожно, враги рядом!». Соседние помидоры, получив сигнал, начинают готовиться к атаке, делая свои листья более горькими или выделяя вещества, отпугивающие насекомых. Интересно, что некоторые растения, например, коровий горох, используют химические вещества не только для общения, но и для защиты от врагов. Когда к гороху приближается гусеница, он выделяет токсины, которые привлекают других насекомых, опасных для этой гусеницы. Но мицелий – это не только телефонная линия для передачи тревожных сигналов. Растения также используют его, чтобы делиться ресурсами. Например, большие деревья могут посылать углерод, азот и фосфор молодым саженцам, которые растут в тени и испытывают нехватку пищи. Некоторые растения научились использовать мицели в своих корыстных целях. Например, орхидея фантом не может сама производить хлорофилл, который необходим для фотосинтеза, поэтому она крадет его у деревьев, которым прикрепляется, используя мицелий, как трубопровод. Растения умеют отличать своих от чужих. Когда корни саженцев разрастаются, они конкурируют за воду и свет. Но если на одном участке земли растут братья, от одного материнского растения они не конкурируют, а наоборот стараются, чтобы всем родственникам хватило места. Наш мозг – удивительный орган, способный адаптироваться к любой деятельности. Если мы долгое время занимаемся чем-то одним, эта деятельность начинает проникать в наше мышление, формируя ментальные образы и даже влияя на сны. Это явление получило название «эффект Тетриса» по имени знаменитой игры. Увлеченный Тетрисом человек может увидеть во сне падающие блоки или непроизвольно собирать формы из реального мира, обращая внимание на пустые места. Например, на полках в магазине. Игрок в кубик Рубика визуализирует алгоритмы сборки, моряк чувствует качку на суше, а математик – числа и формулы в обычных вещах. Именно таким образом наша деятельность оставляет след в нашем сознании, формируя наш внутренний мир. На сегодня это все. Но наша программа уже работает над новым выпуском. В нем вы узнаете интересные факты о космосе, нашей планете. Много занимательного из биологии, географии и астрономии. Любите науку и изучайте новое. Мы желаем вам только хорошей погоды и хороших новостей. Пока-пока. Увидимся через неделю.